Здравствуйте! Это рубрика интервью. Меня зовут Наталья Чудина. Сегодня мы в гостях у Максима Виноградова, руководителя Государственной жилищной инспекции ХАКСЕ. Здравствуйте, Максим Васильевич. Расскажите, у нас недавно произошли изменения в жилищном законодательстве. Расскажите о них, пожалуйста. Да, действительно, в жилищный кодекс 176-м федеральным законом от 29 июня 2015 года внесены ряд изменений. Касаются они различных вопросов, но в основном вопросов проведения общих собраний, голосования, инициирования. То есть, ранее было предусмотрено на общих собраниях собственников помещений многоквартирных домов. Две формы голосования. Это очное, путем совместного присутствия, и заочное, путем передачи решений собственников в определенное протоколом место, в определенные сроки. Сейчас, дабы вот эти формы, они... То есть, заочное голосование невозможно было провести без предварительного проведения очного голосования. Необходимо уведомить сначала было собственников за 10 дней о проведении очного голосования, потом его провести. Очное зачастую не состоялось, потому что трудно всех более 50% собственников собрать в одном месте для принятия решения. Потом необходимо было за 10 дней опять уведомить о заочном голосовании, и опять через 10 дней проводить уже по тем же вопросам решение заочным путем. Сейчас, дабы ускорить этот процесс и упростить этот процесс, введена норма проведения очно-заочного голосования. Это когда собственники могут обсудить все вопросы, собравшись, кто смог, у кого есть желание, и остальных собрать решение в заочном порядке путем сбора решений в определенным сроком протоколом месте. Далее, важный момент. Инициатором собрания собственников многоквартирного дома ранее мог быть только собственник. Сейчас внесена норма о том, что инициатором общего собрания многоквартирного дома собственников может быть управляющая компания, осуществляющая управление данным многоквартирным домом. Далее, сейчас законодатель установил, что если более 10% собственников обратятся письменно в управляющую компанию, предоставят перечень вопросов, по которым они хотят провести общее собрание, то управляющая компания уже обязана провести все мероприятия по проведению общего собрания собственников многоквартирного дома. То есть это тоже проблема снимается. Далее, протокол общего собрания принимает статус официального документа. То есть, как считает Минстрой России, за поделку протоколов органами внутренних дел возбуждаться уголовные дела. То есть вот таким образом. Минстрой также давно к этому стремился, шел, что исполнитель коммунальных услуг в случае неправильного начисления, ошибочного или умышленного неправильного начисления платы за коммунальные услуги, должен нести не только наказание в виде перерасчета, но должен нести наказание, то есть штраф. То есть установлены штрафы за неправильное начисление. Причем штраф это не государству, а штраф тому потребителю, в отношении которого исполнитель коммунальной услуги ошибся в начислении. То есть мало того, что исполнитель коммунальной услуги должен сделать перерасчет этой коммунальной услуги, если он ошибся, это установлено, но еще и заплатить штраф потребителю. Вот эта норма закона вступает с 28 декабря 2015 года, и до этого момента правительство Российской Федерации должно разработать размеры штрафов и порядок их взыскания. Ну давайте коснемся еще одной главной темы изменений. Это расчет общедомовых нужд. Как сейчас мы с ними будем поступать? Как за них будут люди платить? С 1 апреля 2016 года общедомовые нужды, как и планировал ранее Минстрою России, будут введены в плату за содержание жилого помещения. То есть общедомовые расходы будут в составе жилищной услуги. Выведены из коммунальной услуги в составе жилищной услуги. Первоначально введение ОДН в жилищную услугу будет осуществляться в пределах нормативов, установленных в Госкоммунтариф Энерго Республики Хакасия. Более того, для первоначального включения ОДН в жилищную услугу не требуется проведение общего собрания собственников многоквартирного дома. То есть эта сумма на ОДН в пределах нормативов будет просто добавлена к жилищной услуге управляющим компанией. У нас существует два основных способа управления. Это непосредственный способ управления многоквартирным домом, когда собственники многоквартирного дома сами непосредственно занимаются управлением своего дома. Соответственно, при этом способе управления исполнителем коммунальной услуги является ресурсоснабжающая организация. Когда исполнителем коммунальной услуги является ресурсоснабжающая организация, то общедомовые расходы ложатся на плечи собственника в полном объеме. В каком полном объеме? Это как разница между суммой показаний индивидуальных приборов учета и показаниями общедомового прибора учета. То есть вся вот эта разница ложится на плечи собственников многоквартирных домов, распределяется пропорционально их площадью. При втором способе управления, это управляющая компания, исполнителем коммунальной услуги является управляющая компания. Вот при этом способе управления, если собственники, в соответствии с частью 7 статьи 155 жилищного кодекса, уплачивают коммунальные услуги в управляющую компанию, то управляющая компания вправе предъявить собственникам многоквартирных домов ОДН только в пределах нормативов, утвержденных Госкомтарифэнерго. В случае, если собственники, у них есть право принять решение и оплачивать коммунальные услуги, даже при способе управления, управляющая компания, принять решение платить за коммунальные услуги в ресурсоснабжающую организацию напрямую. Это статья 7.1, часть 7.1 ст. 155 жилищного кодекса об этом говорит. То есть это право собственников. Если собственники реализуют это право, то ОДН, так же как при непосредственном управлении, ложатся полностью на плечи собственников многоквартирного дома. То есть, чтобы минимизировать собственникам помещение свои расходы на ОДН, собственники должны выбрать способ управления управляющая компания и оплату коммунальных услуг производить непосредственно в управляющую компанию. Тогда управляющая компания не имеет права начислить ОДНы сверхнормативов, утвержденных Госкомтарифэнерго, а сверхнормативные ОДНы ложатся на затраты управляющей компании. Но сейчас очень много говорят о том и собираются принимать законодательство, чтобы люди платили за ресурсы непосредственно в ресурсоснабжающие организации. Вот скажите, сейчас у нас как происходит система расчета потребителей за ресурсы и какую роль здесь играют управляющие компании на сегодня? У людей есть право. Часть 7 ст. 155 говорит о том, что собственники помещений многоквартирных домов уплачивают жилищные и коммунальные услуги в управляющую компанию. То есть они имеют право платить в управляющую компанию коммунальные услуги. А часть 7.1 ст. 155 говорит о том, что у собственников есть право принять решение уплачивать коммунальные услуги напрямую в ресурсоснабжающие организации. То есть у собственников есть два права. То есть они его должны выбрать. Я считаю, что мы должны выбрать такое, которое, наверное, выгодно себе, самим людям, как платить выгоднее, как платить дешевле, как платить меньше. Ресурсы потребителям фактически не поставляются. То есть ресурс поставляется, ресурсоснабжающий организацией, управляющей компанией. А управляющая компания уже предоставляет нам, потребителям, коммунальные услуги, за которые мы с ними рассчитываемся. Но сейчас очень часто возникает ситуация, когда управляющая компания собирает деньги за ресурсы, за то же тепло, собственников, а потом оказывается, что до ресурсоснабжающей компании не доходят эти деньги. Мы знаем примеры, когда собираемость по каким-то платежам до 90% доходит у одной управляющей компании, а лишь 30% доходит до ресурсоснабжающей компании. Вообще какое-то наказание за это для управляющей компании предусмотрено? Вообще в соответствии с действующим гражданским законодательством взаимоотношения между управляющей компанией и ресурсоснабжающей организацией лежат в рамках хозяйствующих субъектов, в рамках договорных отношений. При поступлении платы от потребителей за коммунальные услуги, плата за ресурс управляющей компании перечисляется в ресурсоснабжающую организацию в течение одного календарного дня. Поэтому если это не происходит, у ресурсоснабжающей организации есть право обратиться в суд за взысканием соответствующих долгов с управляющей компанией. У нас сейчас энергетики говорят о том, что отопительный сезон в республике может оказаться на грани срыва, котельная отключена от электричества именно за долги. Вот как здесь у нас защищены потребители, которые с одной стороны платят деньги, а с другой стороны могут оказаться просто без тепла. Управляющие компании обязаны перечислять. Если они это нарушают, значит к ним приводятся санкции в судебном порядке. Во-вторых, потребители в соответствии со 124-м постановлением правительства Российской Федерации от 14 февраля 2014 года установлено, что между поставщиком коммунального ресурса, то есть ресурсоснабжающей организацией, между ресурсоснабжающей организацией и управляющей компанией в договоре могут быть предусмотрены санкции о приостановлении ресурса, уменьшении ресурса в случае неоплаты. Но в этом 124-м постановлении правительства Российской Федерации черным по белому прописано, что в этих же договорах должны быть исключены ограничения для потребителей коммунальных услуг, исправно оплачивающих за них управляющей компанией. То есть потребители коммунальных услуг, то есть мы с вами, собственники помещения многоквартирных домов, ни в коем случае без ресурса холодной воды, горячей воды, теплоснабжения, электроснабжения остаться не можем за долги управляющей компании перед ресурсоснабжающей организацией. Такого быть не может. То есть тепло мы получим в срок, вода у нас всегда будет, несмотря на то, что кто-то должен кому-то. Абсолютно верно. Если потребитель, сам собственник помещения многоквартирных домов не должен за эти ресурсы, никто ему не приостановит и не ограничит потребление этих ресурсов. Все, спасибо большое.